Рыбинское водохранилище Рыбинское водохранилище Дмитрий и Алексей назначили аж на 5 часов утра Упаковали все самое необходимое Подготовили снегоходы Обсудили маршрут следования И отправились в путь О снегоходах необходимо сказать отдельно Именно Рыбинск является родиной легкого одноместного снегохода Тикси 250 Производство компании «Русская механика» Русская механика Компания, которая специализируется исключительно на проектировании, производстве и сервисном обслуживании мотовездеходной техники Такой как снегоходы, квадроциклы и так далее Ну, к снегоходам мы еще обязательно вернемся А пока необходимо отметить, что наш путь к месту рыбалки Пролегает из Леговецкого затона Обойдя Юршинский остров прямо на Световской мох Всего каких-то полчаса и 30 километров пути за спиной Но не так-то просто оказалось определиться с местом Март – золотой сезон любителей зимней рыбалки Именно в марте с первыми оттепелями Начинается хороший клев крупной рыбинской плотвы Которая в больших количествах ловится на мормышку с подсадкой муравья или крупного бисера Судака в это время нужно искать под крупными стаями леща на глубине от 6 до 10 метров Налим уже отболел после нереста и хорошо ловится на жерлице и постовушке А щука выходит на береговые отмели с глубиной подо льдом 30-50 сантиметров Где активно ловится на жерлице Вот щука-то и является нашей основной целью Объезжая мелководья, высверливая лед и тщательно промеряя дно Мы искали необходимую глубину Особого времени на знакомство с окружающей обстановкой у нас не было Стремились побыстрее расставить жерлицы, рыба ждать не будет Здесь на закоряженных ямах недалеко от берега водится хищная рыба Течения на разливах практически нет Так как основное русло волки проходит 6 километрами раньше Как раз перед цветовским мхом Наши друзья Дмитрий и Алексей ловят здесь не первый год Места знают хорошо и команда у них слаженная Чтобы не терять времени, ребята одновременно и бурили лунки и выставляли жерлицы Кстати о жерлицах Известно, что в магазине хорошие снасти, не купишь Все опытные раболовы пользуются самодельными конструкциями Все сделано просто и в то же время удобно Пластиковая площадка с прорезью для лески имеет посадочное место под кронштейн с катушкой Пружина вставляется отдельно и расположена поперек оси вращения катушки Насаживают живцов под верхний плавник Так быстрее и рыбки дольше на крючке живут Но при таком варианте сорвать насадку легче и проловы неизбежны Коротая время в ожидании поклевки, давайте поближе познакомимся с нашими транспортными средствами Снегоход TIXI 250 это новинка сезона 2010 года И уже успевшая себя отлично зарекомендовать А в нашем случае применимо к передвижению по водоемам Тем более, судите сами, масса аппарата всего 180 кг TIXI 250 благодаря малому давлению на единицу площади Способен практически без проблем двигаться по снегу любой глубины и плотности На снегоходе установлен одноцилиндровый двухтактный двигатель RMZ 250 Мощностью 22 лошадиные силы Объем топливного бака 28 литров Грузоподъемность снегохода 120 кг Снегоход способен буксировать прицеп весом до 150 кг В подвеске ходовой части используются пластиковые катки Простая и надежная передняя подвеска Две легкие пластиковые лыжи обеспечивают лучшее скольжение Задняя подвеска монорычажная с пневмогидравлическим амортизатором Гусеничная лента шириной 380 мм Программируемая система зажигания Ducati Обеспечивает оптимальную работу двигателя снегохода TIXI 250 отличает бюджетную стоимость, экономичность и простота в эксплуатации Первому повезло Алексею Клюнула вполне приличная щучка Потом были еще удары, исходы Но настоящий гигант попался позднее Такого размера рыбу мы, честно говоря, не ожидали вытащить Но вот рыба в руках и остается только вывести вес Но весов под рукой, как обычно, не оказалось Дальше дело пошло Поклевка, пробежка, щука, потом еще Так что к полудню, когда клев начал стихать, на уху мы наловили Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что то, ради чего мы сюда ехали, с успехом материализовалось Хотя и не в большом объеме Рыбалка есть рыбалка Она состоит не только из беспорядочного вынимания рыбы из водоема Что, конечно, тоже неплохо Но и из других не менее приятных вещей Кому-то нравится постоянно находиться в движении Безостановочно проверять снасти Перенасаживать живца Менять дислокацию жерлиц А кому-то, наоборот, достаточно просто стоять на морозном воздухе У душистого костерка И слушать всякие рыболовные байки и небылицы Рыбинское водохранилище – излюбленное место рыбалки, особенно зимой Рыбинка Так емко и коротко называют рыбинское водохранилище в рыбацкой среде Рыбинское водохранилище огромное Его длина – более 100 километров И поэтому просто необходимо для продвижения по нему в зимнее время Располагать современными техническими средствами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин